Управление ошибки начинается с осознания, что ошибка произошла. 15 марта 2012 года, 17 часов 48 минут по Торонцовскому времени, и в эфире 286 подкаст от Каннского Лося и компании. От компании Квадратный Круг в виде Кока-Колы. Доброго времени, нация! Как давно мы с вами не слышались, нация! И мы снова вместе, нация! Я сегодня с утра проснулся и подумал, неужели четверг? С одной стороны, вроде как давно подкаст не записывали, а с другой стороны, что-то как-то быстро неделя прошла. Двоякое чувство. Нация! Ну, Виктор, как всегда, стесняется сказать «нация». Ну, я просто, чтобы не перебивать, ты монолог ведешь, а я не влазью. Ах, я сегодня что-то подумал, обратиться к нации. А то все время как-то получается, что я... Ну, вот мы пришли. Пляшите. На этот раз я подумал, надо обратиться к нации. Вот. Так что... Ну, и передаю микрофон тебе. Ты мне его по почте перешлишь в листах? Ха-ха-ха-ха! Ну, фигурально выражаясь. Вот. Сегодняшний четверг. У нас весь день была солнечная погода. Ну, а почему-то дождь, обещали. Сегодня весь день. Но дождя так и не было. И вот сейчас уже тучи Тучи надвигаются Я подумал, наверное Наверное боливанет Вопрос, насколько сильно Боливанет? Да, то может интернет отрубить И электричество Такое иногда бывает Так на всякий случай предупреждаю Что если там Подкаст закончится через 15 минут Или там еще что-нибудь произойдет Это не виноват Ну, знаешь Как там Ах, не помню, как это называется Стихийные силы Форс-мажор называется Почему форс-мажор? На французах Французы У меня на этой неделе Почему-то небольшая мысль пришла С утра стрелять Нет, это сегодня только была На самом деле не застрелиться Я хотел уйти с работы сегодня с утра Вообще? А? Вообще или с утра пораньше просто? Нет, вообще уйти Вот Нормально Большая корпорация Угу Вот Тебе, наверное, преддает желание Осмысленность твоего труда Угу Ну Не в последнюю очередь Ты знаешь Ты знаешь Я не знаю Я об этом думал и думал и думал И в принципе Я прошел к одному выводу Что неважно куда я пойду Всем будет все равно на меня положить Поэтому надо заниматься самому Тем, что надо заниматься Да, об этом я еще все думаю Пока ты не замерзнет тем, что тебе самому интересно Так и будет все положить Всем Ну Да Там другой подхват с этим Но не об этом я думал с утра Я думал о том Ты представляешь Если бы О, Антон пришел Если бы все говорили Не на английском Да А на французском Ведь у Франции тоже были колонии Вроде Я тебе только сегодня присылал шутку по поводу Если бы Германия победила Значит это от тебя мысль пришла Какими бы были языки программирования Если бы победила Германия А потом шутка перешла по поводу того Что фирма Апфель Что они бы сами разработали Ищ Я не помню Телефонка немецкий Ну вот Не знаю Я подумал Что если бы было Если бы они все Все говорили на французском Или еще Хотя бы Большинство стран Говорил на французском Как было бы красиво Наверное Ну Ты знаешь Наверное для нас Ромка французский Такой красивый А представить Для тех же корейцев Как это выглядит нелепо А мне все равно на корейцев Они все равно выучили Как и английский Они же учат Пусть учат Зато как красиво для нас Вот Так Антон уже тут Сейчас я его подключу Ну алло Алло Говорите Я здесь Вас слушает нация Привет нации Я звоню С нового рабочего места Ой Зачем так кричать А я настраиваю Свой микрофон Или это не микрофон А нет Это наушники Это оказывается Наушники Настраивать Чуть тише Что я так Неужели это громко Ну Кто-то отсоединился Я на месте Ты с работы Звонишь нам Да Но я намерен Тут Засидеться Мне нравится Сидеть долго На рабочем месте Серьезно Да Потому что Дома как правило Ничего интересного Дома всякие люди Или наоборот Ничего дома нет На работе Есть все Кофе Чай Холодильник У меня другая реакция Я на работе Как раз Не очень люблю сидеть Там тоже Есть и чай Кофе Холодильник И шоколад Видишь У нас С тобой Большая разница Ты человек Не Так сказать Уже не одинокий А я живу один Но я думаю Ничего не ждет Поэтому я Либо иду куда-то Шляться Сижу на работе Допоздна Меня Дома уже Тоже давно Ничего не ждет Так что Не переживай А если ждет Меня дома То только она Одна Единственная Под названием Депрессия А что Твоя красавица Тебя покинула Нет Почему Она здесь Но как бы Она здесь Нет Она наоборот Его не покинула Так Ваня подсоединился Но от него Какой-то шум идет Непонятный В смысле Какое-то шуршание От тебя идет Может исправиться По дороге Ты там отключил Шуршунчики на линии Ну не могу Я на процессоре Фэн выключить Приятно Слышать Дружище Да-да-да Здравствуй Ты звучишь Ты звучишь Немножко обиженно В смысле Да Ну мне послышать Какие-то обиженные В твоем Голосе Да не-не-не Я это Тут просто Я Пытаюсь найти Свою кружку Кофе Ну блин Где ты ее Ну как тебе на новом месте Живется Давайте расскажу Я сейчас немножко Как будто бы Бежал Постановился И собираюсь С мыслями О чем-то рассказать Рассказать на самом деле Ой-ой-ой Как много Есть чего Значит Принял я Приглашение Жоб-офер И Начинать я должен был По приглашению Пятого марта И сел я Было искать Пятого марта Это понедельник И во вторник Который За неделю до этого Сел я искать Жилье В новом городе Стал я Обзванивать Разные Многоквартирные дома Апартменты Везде Уэйт-лист Везде Нужно Заранее Записываться Нужны Какие-то Справки Рекомендации В общем За два дня Не всепишься Рекомендации Это интересно Не рекомендации А Реф-преференсы С прежних Мест Титрестфон Даже так Полез я Менокий Жижий И Пошел Там Комнату Остается Комната За пятьсот Я думаю Красота Поднимаю телефон Звоню Поднимаю Трубку Женский Голод Алло Чисто Я осторожно Говорю Алло Она говорит Да Слушаю По-русски Я говорю Здравствуйте А я вам По объявлению Звоню В общем Тетка Украинка Сдает Комнату В доме И говорит Срочно Срочно Ну в общем Я На следующий день Приехал И вселился И вышел На работу С первого Марта За пять дней До Начала Официального Сроку За них Заплатили Вот Сегодня Кстати Получил Первую Зарплату Довольный Надо будет Нафицироваться Вечером Это забавно Так Сейчас Место здесь Очень красивое Хотя В принципе Торонто Наверное Красивее Я иногда Приезжаю Торонто И так Немножко Слюну Смахиваю Лукой Натекающую Но в целом Здесь Дото дешевле Вроде бы И жилье И Страховка Автомобильная Но А В общем Все плюсы И жилье дешевле Да Страховка От Торонто Полчаса На машине И очень близко К Гамильтону Гамильтон Очень красивый город С водопадами Парками И Ниагара Близко Можно на велосипеде Ездить Кататься На Ниагару? Ну Грузишь велик В машину Бежаешь На Ниагару Катаешься Там Очень красивые Места Там Знаете Параллельно Ниагарскому водопаду Этой реке Ниагара Ниагара Это как Нева Река Которая Соединяет Два озера Только Неве Нет водопадов И В общем Параллельно Этой реке Прорыты Каналы Со шлюзами По которым Океанические Суда Поднимаются Вверх В озеро Ири И я думаю Там Очень классно Дорогих шлюзов Носиться На велике Потому что Там чудо Разводные Мосты И Вообще Можно Видеть Огромные Корабли Теоретически Я Правда Еще Ни разу Не ездил У меня У меня Теперь Велика Нет Но Я думаю Скоро Я Разживусь Подожди А ты У Вани Что ли Свой Велосипед Оставил Ну Дело В том Что Это Велосипед Можно Было Назвать С Натяжкой Я На Нем Отъездил Он Постоял Несколько Месяцев На Балконе И По Вообще Перестал Есть А Замечательно Я Думал Чем Мы Велик Забрали Ну Ладно Твой Велик Нет Твой Велик Не Трогали Как Это Его Его Там Больше Нет Твоего Велика Или Чего Велика Вообще Ну Я Не знаю Я Свой Велик Даже Не Привозил К Ване Я Свой Вез С прежней Другой Квартиры Где Я Жил До Того Как Я К Ване Переехал А Чего Мы Тогда Забрали Я Свой Велик Отвез Брату Брату Он Мешался Он Вывесил Объявление На Кижижи И Продал Его В тот же День За 30 Долларов И Оторвал С руками Забрал Интересно А у Вани Там Такой Гоночный Велосипед А Я По-моему Видел Я Думал Что Это Твой Подумал Ты Уехал Думаю Все С коммунизили Оказывается Это не твой Интересно Чей же Это Был Ну Ладно Так Что Велик А Так Велик Украли Получается Почему Кран Ты Не Украли Говорю Велик А Да Да Украли Украли Да Ну Что Кран Ты Так Ладно Что У нас Сегодня Ольга Обещалась Прийти И я Не знаю Где Она Поэтому У нас Будет Сегодня Очень Странный Состав Потому Что Я даже Не Уверен Ваня Отрубился И Сказал Что Он Бр Бр Вот Виктор С нами Это Хорошо Антон Ты К нам Надолго Виктора Что-то Не Слышно Сегодня Сегодня Надолго По четвергам Тренировки В девять Но У нас Сегодня Додзю Переезжает И Тренировки Нет Понятно Обычно Я могу Быть С вами Где-то С шести До Половины Девятого А Сегодня Могу Быть Упора Ну Хорошо Ладно Виктор Начнем С тебя Что У тебя Интересного Да У меня Все Так А Что Не Интересного Ну А Если Это Не Интересно Не Я Горю Что Не Интересного Что Интересно Что Не Интересно И То И По Старому Все По Самому Все Все Глубже И Глубже В Депрессию Это Плох Знаете Наверное Это Связано С Солнечной Активностью Я Тоже Хотел Про Депрессию Рассказать Правда Не Свою Но Чужую Депрессию Которая Пытается Напасть На Меня Ну Давайте Попозже Позволим Виктору Подолжить Или Закончить Да Собственно Что У Меня Все Остальное Ой Депрессия Такая Хорошая Вещь Нехорошая Ну Смотря Как На Нее Смотреть Я Например Закончил Читать Книгу Я Помню Когда Я Я Я В том Подкасте О Книге Говорил Кто Помнит Виктор Ты Говорил Что Как Ты Читаешь Да Я В общем Закончил 11 Написал Они 11 Да То То Это Выходные Я Закончил Наконец Книгу Человеческий Путь Человеческий Поиск Смысла Вот В Ранков Что Личит Да Да Я Закончил Читать Рекомендуешь Да Я Очень Рекомендую Прямо Всеми Ногами Руками Кто Автор Виктор Франкл Франкл Вот Сейчас Я Скину Желающий Человеческий Путь Ну Мэнс Сёрч Фо Миннин Если Не Найдешь Можешь Потом Зайти На мою Страницу Там Я Написал Вот И Очень Интересная Книга Очень Интересная Книга Там В принципе Подтвердили Подтвердилась Моя Концепция Что Смыслу Жизни Нету Вот Что Всем Вокруг Плевать Там Много Чего Интересного И В принципе Очень Интересный Его Подход К Страданиям Человеческим Что Человеческие Страдания Это Такой Необходимый Компонент Человеческой Жизни И Скорее Все Рано или Познно Мы страдать Будем Или От того Что Какой-нибудь Терминальной Неизлечимой Болезни Или У нас Какие-то Есть Психологические Проблемы Вот Но Рано или Познно В общем Мы будем Страдать И Вопрос Всегда Тут Заключается В том Что Осознаешь Литый Даже С какой Стороны Ты Осознаешь Вот Это Страдание То есть Может Человек Глубоко Верующий Писал Он Я Не Уверен Что Он Глубоко Верующий Он Даже В Одном Отрывке Интересно Написал Говорит Что Когда Значит Лечишь Пациентов Так Сейчас Ваня Господи Они Орут Все Время 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 Так Ребятки Я Отскочу Чай Сделать Еще На секунду На кухню Выйду Я Верну С С Хорошо Алло Ну что Как Меня Там Слышно Нормально Блять Заебали Как Они Заебали Вот Эти Приезжают И Орут С парковки До Седьмого Этажа Это С улицы Да Вот Стоят Что за Манерой У людей Орать Что Шумит Меньше Да Я не знаю Что там Накрутил Меньше А Я Вбелось И Проставил Что Если Только Не Поднимается Выше 55 Градусов То Это Самое То Фэн Вообще Будет На 25 Процент Работать Хотя Возможно Стоило Вообще Попробовать Выключить Потому что Приколись У меня Этот CPU Гонялся С Этим Помнишь Я От Илюхи Взял Хитсинг Поставил У меня CPU Гонялся 28 Микраусов Цельсия Единственное Микрофон Еще Сделай Чтобы Он Туда Сюда Не Прыгал А то Когда Ты Молчишь Он Начинает Поднимать А Когда Ты Говоришь Он Туда Сюда Прыгает Так Да Так Нормально Сделай Еще Тише Вот Так Что Тише Так Что Там Говорил По Поводу А Да По Поводу Религиозных Убеждений Доктора Он Себя Почему На Книжке Не Написано Что Он Доктор Но На самом деле Он Доктор Про Себя Вроде Как Про Доктора В Книге И Да И Он Врач Или PHD Доктор Он Психолог Там Что-то Такое Он Да Он Настоящий Врач Вот И Короче Говоря Он В одном Из Примеров Психологического Скажем Лечения Он Говорит Что Значит С Некоторыми Людьми Можно В принципе Пойти В Такую Теологическую Сферу Начинать Говорить Про Бога Он Говорит Но Это Не Самый Ну Как Не Говоришь Это Не Самый Лучший Вариант Но С Этим Нужно Быть Очень Осторожным Потому Что Рано Или Поздно Вас Кто Нибудь Доутрёт Он Говорит Со Мно Это Произошло Типа С Моим То Лишь С Его Ребенком То Ли Еще Чего Короче Ребенок Мол А Он Говорит Ребенку Вот Типа Надо Радоваться Что Мол Бог Тебя Избавил Какой-то Болезни А Девочка Ему Сказала А Чем Не Ублагодарить Если Он Мне Эту Болезнь Послал Вот На То Что Сам Доктор Видимо Если Говорить О Боге Что Видимо Он Ну Мне Это Прошло Мне Кажется Это Значит Что Он Сам Верующий Просто Он Чтобы Что Что-то Я Заикаюсь Да Интернет Польшой Или Может Это Интернет Заикается Я Думал Это Я Заикаюсь У Меня Такая Проблема Есть Я Когда Говорю По Английски Я Могу Начать Предложение Сказать Пару Слов И Зависнуть На Пол Минуты Но Я Подбираю Слова Английские Но Я Думал Что Это Серьезная Такая Проблема Надо На ней Работать А Потом Я Вспомнил Что Я По Русски Говорю Точно Так же Здесь Я Думал Но Никто Не Засмеял В общем То Что Ты Сказал Мне Кажется Что Доктор Сам Верующий Просто У Него С Риторикой Он Не Очень В Ладах Поэтому Он А Доктор Человек Очень Авторитетный По Идеи И Когда Его Переспаривают Его Пациенты Это Не Есть Хорошо Не Есть Авторитетно Поэтому Он Эту Тему И И Спекает Поэтому Он Так Сказал Потому Что Вообще Вся Тема Веры И Бога Это Такая Жуткая Абстракция Это Как Вопрос Веры Это Как Вопрос Смысла Жизни Как Бы Я Не Знаю Что Там Можно Сказать Это Кто Во Что Верит Кто Кто Верит Что Смысл Жизни В Этих В Сосисках В Тесте А Кто Верит Что Смысла Жизни Нет Как Ты Кому Нибудь Докаж Что Бог Есть Или Какой Бог Из Из Я Не Знаю Или В Какую Церковь Ходить Грубо Говоря А Почему Я Об Этому Мне Почему Вспомнилось Где Я Читал Что Христиане Они Почему То Хочется Скать Божествляют Но Не Божествляют Они Возвышают Страдания Они Какой То Не Все Христиане Но Вот Есть Такая Тенденция Заметно Они Возвышают Страдания Через Страдания Ты Причащаешься К Богу Становишься Ближе К Богу Потому Что Видимо Христос Страдал И так Дальше И тому подобное Мое Убеждение Есть Такая Поговорка Дзенская Может И не Дзенская Но В общем Наш Сенсей Очень Любит Ее Говорить По Английски Pain Is Inevitable But Suffering Is Optional Да Боль Да 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 Страдание Всегда Выбор Тебя Кто-то Ранит Да Это Болит Будет Болеть Либо Тело Либо Душа Физическая Или Моральная Боль Будет Присутствовать В любом Случае Но Как Ты Это Переживешь Это Уже Твой Выбор Можно Любая Депрессия Это Всегда Выбор Другое Дело Что Большинство Людей До Конца Этого Не Осознает А еще Я сам Страдая От депрессии Заметил Так Момент Что Часто Бывает Как Б Как Б Как Б Б Мазохист Кайф Получает От Этого Я Страдаю Так Кайфово Мне так Плохо Ну По Музырь Чувак В принципе О том же Самом И говорит Поэтому Я думаю Тебе Книга Понравится Мне Кажется У У меня Проблема Что У меня Девочка Моя Девушка Не знаю Как долго Она будет Моя Девушка Еще Потому Что У нее Регулярно Вскучки Депрессия Которая Я так понял Депрессия У нее Перманентная Но У нее Умерла Мама Когда И было 11 лет Или сколько И плюс К этому На это Наложились Всякие Проблемы В школе Разные Домогательства И В общем Унижения И Вообще Депрессия У нее Перманентная А сейчас Я уехал Веселить Вообще Некому Ее Присылай К нам Мы ее Развлечем По-всякому Да Уж С тебя Веселитель Дай Боже По-моему Человек Быстрее Затрелится Единственный Раз Когда Ты ее Видел Ты ее Успел Очень Сильно Обидеть Но Даже Не то Чтобы Обидеть В общем Твои слова Ее Очень Задели Почему Что же Я сказал Она Сказ Что Надо Учить Математику При том Что ты Сказ Это Совершенно Обезличено Но Полезно Знать Математику Потому Что С математикой Ты можешь Стать Химиком Как ты Говорила Химиков Мало И Это Востребованная Специальность Нынче Но У нее Проблема С математикой Она Не Вдупляет Математику Не Вдупляет И Она Занималась Титром И утверждает Что Очень Сильно Старалась Но Ничего Не Помогло Вот Здесь Меня Поражает Здесь Меня Очень Поражает Я Заметил Я Не знаю Если Это В Северной Америке Но Я Подозреваю Что Это В Северной Америке Такая Интересная Тенденция Говоря О Твоей Девушке И то Что Я Ее Обидел Извини Одно Отмечание Она Как бы Не Обиделась На Тебя Лично Но Твои Слова Очень Сильно По Моему Что Что Ты Опять Заел У Тебя Мои Слова Лично Такое Впечатление Что Я Б Скал Что Возможно Они Лично Ее Не Обидели Твои Слова Но Они Очень Сильно Ее Расстроили Вот Так Вот Да Давайте Поговорим О теме Расстройства Депрессии Твоей Девочки Из Северной Америки Как Это Подкаст Надо Вписать Вот Мы Люди Будем Говорить О Северной Америке Здесь Я Заметил Вот У Кого Какие Опы Будет Вы Вы Скажетесь Или Был Я Я здесь Заметил Такую Вещь В России По крайней Мере Мне Мне Казалось Мне Так Казалось Что Ты математику Не понимаешь Ну Вперед Блять Вперед Вперед Надо 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 Делать Вот Я чувствую Такую Отдачу От Здешних Не Здешних Родившихся Русских А Русских Эмигрантов Да У Тебя Чего Не Получается Так Плохо Плохо Пробуешь Плохо Стараюсь Да Плохо Стараешься Пробуй Еще Раз Вот Когда Здесь Общаешься С местным Населением Соза ощущение Ай It's Окей Мэн Расслабься Чувак Это Просто Не Твое Понимаешь Чувак Все Нормально Тебе Найти В жизни Что Тебе Нравится Чувак Не Парься Ну Математика Не идет Ну Фак Забей Типа Получи Там Свои баллы В Пяти Классах И Пройди И забей Тебе это не надо Будешь музыкантом Баллы А? Свои баллы Получи Да Да Или Станешь Блядь Музыкантом Или Ебаным Профессором По-английскому Блядь Заводы Стоят Одни Профессор Английского Здесь ходят Да Моя девочка Тоже собирается На учителя На инглиш Поступать Вот эту тенденцию Я здесь Просто не понимаю То есть Нету Какого-то Рвения Знаешь Потому что Я не верю У меня девушка Достаточно Тупая В математике Вот И Я даже Не буду стесняться Там Вот И Я ее Просто Натягивал Я Я Этот покой Не давал Я Я не знаю Все про математику Или что Натягивал Все про математику Я ей покой Не давал Вот И в принципе Когда она ходила Делала мать Вы это так называете В семье у всех Давай Снимемся математикой Вот И когда она Стиркой Надевай наряды К доске Он Недавно День рождения Было у одной Хорошей девушки Ее зовут Саша Грей И так она Сейчас В школе Преподает А до этого Снималось Там Два Мужчины Три Мужчины Одновременно Нормально Фильмы Человек Всему Добился Тем Что у нее Между ног И не стесняется Этого Ну В принципе Правильно Фиг Я вообще Считаю Что Фиг Начнут Узнавать Работа Нормальная Вот Но Как бы Просто какая-то Дебильная Тенденция А вот Когда моя девушка Училась В андеграде На бизнес Профессию Что это вообще Профессия Можно назвать Вот Как бы Математику Она как бы Успешно Игнорировала Да И проблемы У нее были Такие В принципе Вот я расскажу Она серьезная Потому что мы один класс Вот получилось так Что мы один класс По математике Вместе брали Потому что я Один класс математики На последний год Университета Отложил Вот А она там Я не помню Что еще надо было И Мы короче Типа в одном классе были И Параллель такая Она ходит Каждый урок Она там Делает Домашнее задание Она вроде занимается Причем занимается В плане часов Намного больше Раза в три Больше меня В то время В то время как я Не хожу на лекции И домашку Я делаю Исключительно Когда что-нибудь Сдавать надо Вот И В конце концов В принципе Сдали почти На ту же оценку По-моему Даже я лучше Написал Вот Но Форму Я сидел Их тупо Рукой Переписывал Просто Листы За листами За листами За листами Вот И в конце концов Запоминал Вот То же самое Я ее заставлял То же самое Делать Потом говорю Примеры Я говорю Решай Примеры Прямо Бери книгу Решай Все подряд Оттуда Вот Я ее заставлял Я говорю Мышечная память Мышечная память Математики Ну Это если назвать Так буквально Да На самом деле Все правильно Это называется Просто наработка На уровне Говорят Привычка Это первый уровень Понимания Ну Насчет этого Я как-то Немножко сомнительно А сам принцип Что тебя Натаскивает Нас тоже Мы когда учились На математике У нас такой Злой был Преподаватель Он Отлично Вот Домой идете Вот вам стопка задач Прорешать Потом через Месяц Уже Такие задачи Этого типа Решались Просто на ура Ты уже подсознательно Смотришь И думаешь А это же вот так вот А это мы вот так делаем А это мы вот так делаем Все Без проблем У большинства задач Одно и то же условие Просто Разные цифры И разный контекст Я так прошел Я так прошел Предмет по статистике Вот Я абсолютно До сих пор Не помню Я уже не помню Не знаю И на экзамен Когда я пришел У меня была У меня была Очень серьезная проблема Очень серьезная Я в класс вообще Не ходил И вообще Не учил ее Вообще Вот это проблема Да И там у меня Была Решительно Заметить Да У меня в университете Создалась такая На то время ситуация Я брал Три курса И у меня уже Был Скажем Негатив С моим Деньгодателем Вот Если я проваливаю Хоть один курс Вот То есть Если я падаю Меньше 60% Курсов В университете Или проваливаю Да То есть Или я бросаю Или проваливаю То они меня Отключают От системы питания Да Деньгами И все Как хочешь Так университет И ходи Вот У меня оценки В принципе Были неплохие Как бы Но им по барабану Вот такие вот условия И у меня был выбор Или я сейчас просто Бросаю И Меня отключают От системы питания Больше не будет денег Больше не будет университета Или я каким-то образом Прохожу этот экзамен Я целую неделю Просто сидел И Я даже Не понимал Некоторые задачи Я просто сидел Смотрел на ее примеры Вот Просто Тупо Запоминал И вдалбливал Все это дело Когда я пришел на экзамен У меня первые Наверное минут 15 Или даже полчаса Была паника Я хотел встать И выйти с экзамен У меня была такая паника Я вот тупо сидел Смотрел И сам себе Смотрю задачу Мне пиздец Перелистывал Мне пиздец Перелистывал Нихуя не понимаю Ну После того Как у меня Прошла эта паника Через полчаса Я стал Просто по памяти Тупо фигарить Конечно Гордиться нечем Я там По-моему Может быть На 2 с плюсом Или 3 с большим минусом Написал Но я прошел Этот класс Вот Чисто Я даже Не понимал Задачи Я даже Задачи Не понимал Вот Из-за того Что-то Тупого Вдалбливания В себя Я как бы Прошел Вот И в принципе Я отчетливо Себя понимаю Что есть люди С математическим Складом ума Есть люди Причем Большинство из них Женщин Которые Не сделаны Для того Чтобы там Заниматься математикой Есть женщины Которые там Все математики И все остальное Я согласен Но большинство Если взять статистически Не сделаны Они чтобы Как бы этим заниматься Поэтому Тут встает вопрос Такой Сколько времени Ты готов потратить Чтобы это в себя Вдолбить У женщин Это допустим Опять же Общие статистически Займет дольше Вот То есть Надо просто Посадить И вперед И гонять 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 Вот И поэтому Для меня ответ О, это окей У тебя просто Не получается Забей Это не твоя сфера Для меня Это не ответ Если Если тебе нравится Химия И это Перспективная вещь Иметь Да То Вот есть пример Целой японской цивилизации Где Твое Не твое Там все Почти что все Профессии Передаются По наследству Папа доктор Значит ты сын доктор Врач Папа математик Скорее всего Сын математик И так До усрачки И если Вдруг Кто-то Волевым решением Говорит Я не хочу Я хочу заниматься тем Что мне нравится Это считается Большим В общем Но только в эти профессии Тоже тебя не В 30 лет Начинают учить А как бы Нет Разговор-то О школе Здесь О том Школе Подход такой И в университете Это же не В 30 лет Это Когда тебе с 3 лет Начинают внушать Что ты будешь Вот этим Вот по специальности И начинают С 3 лет Тебя обучать И показывать Все это То в принципе Я думаю Даже женщина Можно Начиная с 3 лет К 20 годам Научить Понимать математику Да не то что Она станет Против Там вообще 3 лет Но все равно Нет Понятия Не твоё Ну А здесь В этом обществе Это считается Нормально И мне кажется Я понял В чем Проблема Этого общества Проблема Здесь в том Что детей Посылают в школу И думают Что они там Дети Нихуя Сами Не знают И не понимают Что они хотят Мне извиняюсь Уже сколько лет И я до сих пор Не знаю Что я в жизни Вообще хочу И мне просто Повезло Что У меня Дядя Да И мне принесли 286 компьютер И мне так Мне это так понравилось Я сам сидел Там колупался Но в остальном Не знаю Дети Что они хотят И причем Если в России Вот это вот Тоже Мне кажется Очень важный момент В России Ну нихуя Не было Нихуя Не было доступно Вот Вот Возьмите Выйдите Сейчас из дома В Канаде И пойдите Съездите на Мол Пойдите Зайдите В игрушечный магазин Пойдите Я не знаю Посмотрите Что для детей Вокруг есть Это же Пиздец У каждого ребенка По телефону Когда я это рос Нихуя не было Да Дети сходят с ума От того Что им Нечего Больше хотеть Да Да И всего В округе В округе Наванном И все И каждый коммерсант Пытается ребенку В смысле Ну ребенка на самом деле Продать Покупает родитель Но продаются ребенку Вот Еще большая проблема Это голливудское кино Где Все получается У супергероев А в жизни Нихуя так не получается И С первого шага Не получается Взлететь У человека Он Жутко расстраивается И Бросает Вообще Попытки ходить Потому что Он Сука Летать не умеет Я говорю Вот И поэтому Здесь Чтобы вырастить Ребенка С большими задатками Сразу Надо с ребенком Надо вот С ребенком Постоянно заниматься То есть Это как Вторая работа Сечь Его надо сечь Плетьми Да не надо сечь его Плетьми Надо его Еще Вот Я заметил Проблемы этой культуры Они думают Что от детей Можно откупиться Отправив ребенка В дорогую школу Отправив ребенка На частные Какие-то курсы Отправив его На занятия Купив ему компьютер Купив ему приставку И так далее Кому подобное Да Это тоже правда Кстати Очень хорошо работает Да Дети Оставляют тебя На очень долгое время Но правда Потом их надо Все подпитывать Подпитывать Потом Надо антидепрессантами Кормить Здесь это работает Нормально Я с некоторыми Разговаривал В частности Я помню Одна девочка Я с ней Болтал постоянно Потому что Мы в одно И то же время Брали автобус Я типа С универа еду И она там Вот И мы что-то Как-то Болтали 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 Я говорю Блин Какого хрена Вот все эти Блин Антидепрессанты Нафиг Ведь большинству Не надо Она на меня такая Смотрит Что такого Я на антидепрессантах Вообще Не подумал бы Ни раз Знаешь Ну вообще Ну у нее Вроде Более-менее Ну такая Средняя Средняя девушка Как бы Не сказал бы Что чересчур умная Но она Не сильно тупая И вроде как Проблемы у нее Ну как она Ни о чем таком-то Не говорит И вроде такая Вся более-менее Довольная жизнью Радостная Все такое А я блин На антидепрессантах Охрена Блин А ей Ей по-моему 17 Когда вот я С ней болтал И по-моему 17 лет было Ну кстати Мои девочки Тоже выписывали Антидепрессанты И какие-то там Таблетки для сна Она просто сказала Нахуй Я не хочу пить таблетки И поэтому Страдает Наслаждается Своей депрессией Сейчас Если она Слаждается Ну я замечаю Она получает Скрытое удовольствие От этого А может даже Не скрытое Я видя это Спрашиваю ее Ты хочешь Вообще Измениться Ты хочешь Прекратить Эти страдания Она говорит А я даже не знаю Как жить без этого Имея ввиду Что она никогда Не жила Ну вроде как Не помнит Как это Без Депрессии Жить Но Такое впечатление Что ей уже В кайф Что ей нравится Продать Мне кажется У меня Всю жизнь Положить Я Ну я как Жопу Ужаленный Бегаю И все Ну со мной Всегда Всяческие Приключения Случаются У меня Вообще Человек Катастрофа И меня Это жутко Веселит Я потом С радостью Об этом Рассказываю Ну Ты Ты просто Такой Экшенмен Тебе нравится Катастрофы Какие У тебя Какие-то Трагедии Или еще Что-то Не Катастрофа У меня Там машина Может сломаться На Полпути Между Оттавой И Торонто Плохо Ремонтируешь Ну Да У меня Там ключи Захлопываю В машине Я Нахожу В туалете Пятнистого Питона Потом Я в лаборатории Натыкаюсь На летучую Мышку Сколько сантиметров Питон Я не могу Не Ну Ручной В туалете Нашел Ручного Питона Маленького В принципе Я тоже Его довольно-таки Часто Нахожу Регулярно Одноглазую Змею Настоящую Живую Змею Одноглазую И убежала Это Забавно Я об этом Пишу В ЖЖ И Я Очень напряженный День Прожил Тогда На работе Программировал Программировал Запрограммировался На Питоне Пришел домой Такой Усталый Глаза Моргают Нервно Захожу В туалет Блять Допрограммировался Змея Пиздец За хуйня Блять Вышел Из туалета Закрыл дверь Подождал минуту Открываю дверь Опять змея Не пропала Неужели не мерещится Странно Вообще Ладно Закрыл дверь Отошел Смотрю Под дверью Щель Несколько сантиметров Так что Толку Закрывать Закрывать Змея Все равно Проползет Думаю Вот странно Вообще Удивительно Думаю Выйду Подышу Хожу подышать Хозяйка приходит Я говорю Памела Там в туалете Змея Она говорит Что? Змея? И прямо Роняет Свои Сумки И начинает бегать Из комнаты В комнату Зачем-то Она видимо Панически Боится Змей Боится 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 Потом Начинает Хватать Какие-то Ящики И сумки И таскать Их на кухню Я говорю Памела Ты что делаешь? Она говорит Надо поставить Дверь Надо Значит Дверь Запереть Припереть Дверь Чтобы она Не открылась И начинает Из коробок Для Ресайкл Коробок Выкладывать Какую-то Бумагу На пол Я говорю Зачем выкладывать Давайте Положим Бумагу Туда Она станет Тяжелая И мы Припрем Дверь И закроем Как раз Эту щель Снизу Она такая Точно Я уже Ничего не Соображаю Слушай Я все Я жутко боюсь Она змею Не видела И И уже Жутко Жутко Испугалась В общем Закрыли Мы Щель Двери А потом Говорит Что Мальчик Который Снимает Квартиру Сверху У него Как раз Есть Змея И наверное Его Змея Мы Звоним Этому Мальчику И он Десять минут Не берет Трубку Потом По мне В туалет Хочется Я же Изначально Пришел Домой И хотел В туалет В общем Мальчик Приходит Открывает Дверь А змеи Нет Я думаю Пиздец Меня Глючит Но потом Мы поковырялись И он Нашел Змею Она Закрутилась Зарезла Под унитаз И свернулась В клубок Где-то Значит В общем Так Что Его не Увидишь Что Было Очень Прикольно Она Сидела Сидела Там А потом Кто-то Сел На унитаз Она Вырезала Незаметно Вот За ногу Так Херач В общем Вот такая История Ну Это не Ганострофа Это Приключения Это Отступление Да Даже Весело Да Что Там В жизни Происходит Я Написал Большой Рассказ У себя В ЖЖ А Кстати Как я Разговариваю В ЖЖ У меня Сегодня Ассоциативная Память Ну ладно По поводу Того Вот я написал Пост О работе В Канаде О поиске Работы В Канаде И в общем-то Для меня Это Вполне Такая Ну Усилие Да Нужно было Положить усилие Потратить Какое-то Количество денег На всякие Поездки Собеседования А Кто-то Мне комментирует И говорит Что Я В первом Абзаце Написал Что Вот Есть такое Мнение О том Что Работу Найти Очень Сложно Я потратил Месяц У меня Было Три Приглашения И Я еще Мог Убирать А кто-то Говорит Ну Прочитав Все Через Что Ты Прошел Это Получается Очень Сложно То есть У разных Людей Разные Представления Об уровне Ты понимаешь Это тоже По российски Я не уверен Что по российским Стандартам Мотаться Четыреста Километров В одну Сторон Чтобы Провести Сейчас В кабинете Это Здесь Нормально Ну У тебя Собеседование Второго Ну Да Ну Давай Чувак Прыгай на машину Короче Увидимся Вечером Я же Хотел Уехать С Вензера Мы Сейчас Вернемся К другому Разговору Мы же Говорили О том Что В России Пока Еще Правда Там Уже Сейчас Меняется Ситуация Но Пока Еще Больше Всего Оседлый Образ Жизни Ой У меня Здесь Родители Родились Дети умрут В этом городе Все А в Канаде И вообще В Северной Америке Здесь растет При этом Родители Постоянно Меняют работу Там Раз в два В три года И они При этом Переезжают Можно Через Всю страну Переехать И все Вот А И соответственно Дети точно так же Привыкают К тому Что Ты можешь найти Работу Хорошую Через всю страну Да В соскочевании Ну да Здесь Путешествовать Нормально Так же Этот Что хотел сказать Ну да Просто Опять же Знаешь Понятие Для России Допустим 500 километров И для Канады 500 километров Совершенно Разные понятия Потому что Ну В России Насколько я понял Мы так сильно Не ездили Из мест В мест Но Таких машин Нет Ну Машина есть Но дорог Нет Таких Кстати Дороги Очень сильно Определяют Экономическую Ситуацию В стране Так что Да Недаром Американцы Так много Все проложили Так Давайте Вернемся Все таки К теме Мы придерживаемся Какого-то Плана Дискуссии Или мы Я пытаюсь Обратно Завернуть По поводу Все таки Местной Культуры Депрессии Девочки И Детей И просто-напросто Вместе Уже Две темы Слить Вот То есть Все очень просто Родители Родители Недостаточно Тратят Времени С детьми То есть Они Я не знаю То есть Улица Научат А на улице Да Если там В России Допустим Грубо говоря Да Такими Абстрактными Мерами На улице Допустим Тебя покалечат От улицы Берегут В России Да Если на улице Тебя в принципе Могут Покалечить Физически Вот Не скажем Они из тебя Сделают инвалида Возьмем Средний вариант Или покалечат Ментально Научат Пить Курить И отнимать Деньги Ну На улице В России Легко и покалечить Могут Физически Так что Чушь Ну Грубо говоря Там Могут Побить Давайте Общие статистические Я не думаю Что так много Детей умирает На улицах России Вот То Здесь Это Все намного Страшнее Здесь Детей Схватят Такие Дядечки И тетечки Которые называются Маркетологами И вот тут Девочкам И мальчикам Все что им нужно Знать о понятии Этого мира И Как им нужно Правильно жить О чем думать И На что дрочиться На самом деле Не на улице Это все в телевизоре Ну Фигурально выражаясь Когда ребенка Оставляешь Одного Он Что Ребенок Что Что здесь Развлечение У детей Вот если так разобраться Допустим У школьников Xbox Ну Да Xbox Как у них У школьников Которые значит Есть Разрешение Фу блин На автобусе Они могут Передвигаться По городу Шанс Они в пол едут Тогда Правильно Они едут В логово Зла Ну да Рай Маркетологов И они Ошиваются У витрин Где Красивые девочки Красивые мальчики Расскажут Расскажут Что в жизни Важно Большие сиськи Большие члены Большие Мерседесы Вот То что им Обязательно Нужно Иметь Последний Xbox Иначе И Айфон Айпад Иначе Они вообще Будут Не люди А говно Здесь Никто Ни перед кем Не красуется Здесь Люди Как бы Красуются Перед собой В России Все это Происходит В России Понт Дороже денег В России Как сказал Артемий Лебедев Человек Купит телефон За 800 долларов При зарплате 500 Я понимаю Но Здесь Мерится Немножко По другому Мне тоже Так Казалось В последнее Время Да Здесь Просто Другой Вид Измерения Здесь Если Пацан Покупает Тачку За 100 Тысяч Баксов То Он Сначала На нее Заработает А потом Ее Купит В России Если Пацан Покупает Тачку За 100 Тысяч Долларов Это Значит Перед тобой Обладатель 100 Тысяч Долларового Долга Кредита Еще Скорее Всего Родители Будут Расплачиваться Виктор Хочу тебя Огорчить Но С последними Новостями Это уже Не факт Виктор Прав Если он Говорит О Скажем так Коренных Канадцах Вот Но поскольку Канадцы Это такое Немножечко Уже Расплывчатое Понятие Потому что Иммиграция Все время Происходит Я например На этой неделе Прочитал Забавную статью О том Как Значит Иностранные Инвесторы Как их называют Скупают Дома В больших Метрополисах Торонто Ванкувер Причем Не по рыночным Запрашиваемым Ценам А еще выше То есть Они просто Покупают Все и дороже И вот Тоже Интересно В статье Приводился Очень прикольный Привер Мальчик Студент Университета Который Себе Отхуярил Не отхуярил А купил Дом За Что-то там Миллион Двести Пятьдесят Тысяч Что-то В этом Роде Ну такой Студент У него там Типа Родители В Китае Компания В Калифорнии А он себе Решил Небольшой Скромный Домик Убить Так что К сожалению Виктор Это уже Это уже Ну Скорее всего Исключение Чем правило В России Именно Вот Что Ты Можешь Знаешь Как Сидеть На одной Я не знаю Что там На одних Макаронах Но при этом Ты выйдешь И сядешь В иномарку Да Тебе будут Шикарные Шмотки Но при этом Они Вернее Все что у тебя есть Все будет куплено В кредит А здесь Все таки Ну Бывает тоже Наберут кредитов И Не платят Способность Здесь наверное Потому что Проще потерять Все это Если у тебя Некредитоспособность Чуть-чуть не так Ты хоп И все Пришли Отобрали Все что надо Да На самом деле Мне кажется Что Немножко наоборот В целом О потреблении Да Люди будут Есть макароны Но копить будут На дорогую машину Чтобы Покрасоваться Но Доступности кредитов По моему Все таки В Канаде И до Америки Всему остальному По крайней мере России Очень далеко Это Развращает Все эти кредиты Развращают Людей По одной простой Причине Что Нету Достаточного Образования И понимания Вот и все Кредит Это Неплохая Вещь Но Подача Их Людям Это Как раз Но Возвращаясь К нашим Баранам Да Дети Я не знаю Чему Мол И всякие Торговые Центры Могут Детей Вот кстати Заметьте По поводу всей этой депрессии В России Я вот сколько помню Там У людей Бывает проблема Вот в этом плане Когда они Затраханы В том плане Что вот Ну реально Там Работаешь Работаешь Не очень Не На самом деле Если Правила Люди Страдают От того Что у тебя Есть работа У тебя Есть там Подруга У тебя Есть это Вот ты У тебя Все более-менее Как-то Все одинаково И после чего Ты Подаешь Какую-то Тоску Что все Это Обо мне В России Люди Очень Занятые Выживанием Наука Ненавидеть Некогда Депрессии Депрессию Впадать Депрессии Да Просто нет сил Приходишь домой И спать Валишься А утром Засыпаешься И на работу Берешь Потому что Надо бабло Зарабатывать Чтобы выжить А здесь У тебя Социальное Обеспечение Здесь Можно Посидеть На тиване Попозже Встать В школу Не ходить Или там Сегодня Работу Не буду Искать У меня Еще Способие Еще Страховка Платится И так Жизнь Проходит А потом Конечно Чего-то Не хватает В жизни Почему-то Я не Супермен Не могу Я летать Ах Не знаю Мне кажется Все равно Возвращаясь К нашему Барану Мне кажется Просто 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 У родителей Нет времени Чтобы заниматься С детьми Во-вторых Скорее всего Не все родители Вообще Знают Что с детьми Надо заниматься Ну В принципе Да Я Ксеска Здесь Заметил Здесь Очень Мало Кто Вообще Детей Учит И Как бы Сейчас Поколение Людей Которые Скажем так Между Двадцатью И тридцатью Лет Вот Они Ну Не Бей Меннику Корреку Не знают Про то Как Даже Вообще Родить Ребенка И Как С ним Нянькаться И Что Там Надо Делать Люди Знают Как Родить Ребенка Ну Я Я Я По этому поводу Есть хорошая Поговорка Там Типа Чтобы Купить Ружье Там Надо Пройти Кучу Курсов И Подписать Кучу Справок И Получить Ружье Там Чтобы Автомобилем Управлять Нужно Опять Сдать Там Кучу Экзаменов Практику Прочее Для того Чтобы Родить Ребенка И Сделать Его Дебилом Достаточно Типа Тридцати Секунд На Пьяной Вечеринке Никаких Разрешений Ничего Пожалуйста Не Ну Я Имею Ввиду Как Бы Правильно Скажем Так Там Там Надо Следить Чтобы У девушки Там Было Хорошее Здоровье И так Далее Чтобы Там Ничего На Смотры Ходить На Всякий Случай Потому Что Ну Кто Знает Может У нее Там Какая Склонность Будет Или Еще Что Может Ей Чего То Надо На Какой То Плюс Минус Диете Может Ей Чего Не Хватает И так Дальше Ну По крайней Мере Вот Такие Обследования Чтобы Удостовериться Что Ребенок Родится По крайней Мере Как Можно Здоровее И Там Можно И Сходить И Посоветоваться Есть Некоторые Семейные Пары Не Могут Иметь Детей Потому Что У них Как Раз В сумме Получается Такой Что Они Ну Просто Родят Либо Дебила Гарантированно Серьезно Несовместимость Настолько Что Нельзя Ну Да Это Во-первых Во-вторых Люди Просто Не соображают Вообще Не понимают Ничего О ребенке Что ему Можно Что ему Нельзя Чуть Как Мы Тогда Обсуждали Кофе Для Детей И Казалось Бы Ну Блин Они же Не знают Что Маленьким Детям Допустим Шоколад Он Этот Нельзя Там Мясо Там Нельзя Вот Такие Вещи Они Все Пидорасами Рождаются В смысле Шутка Не удалась Ну Да Вот Таких Вещах Здесь Я бы Сказал Большинство Людей Просто Не соображают Блин Они Подгузник Большинство Не знаю Как сменить Ага Я понял Шутку Я Кстати На эту Тему Прочитал Замечательную Статью Есть ЖЖ Какой-то Абстрактной Женщины Которая На удивление Мудрые вещи Пишет Причем Женщина Почему На удивление На удивление Потому что Женщина Замужняя С детьми Раз Залетела Ну Вышла Замуж Ну Какой-то Давлеет Стереотип Что все-таки Женщина Она Более Низкая Стереотип Это нормально Она говорит Что В преддверии 8 марта Написала Такой пост В общем-то Приблизительно 100 лет Можно отпраздновать Со дня Начала Женской Эмансипации И давайте Посмотрим Что же Эмансипация Дала Прогрессивному Человечеству Да Женщины Стали Работать Женщина Стала Приравниваться К мужчине С правах И тому подобное Женщина Строит Такую же Карьеру Но Если Женщина 100 лет Уже Стремится К звездам Так же Мужчина Давайте Посмотрим Результаты И Начинаем Копаться И мы Можем найти Разные Известные Имена Женщин Ученых Женщин Политиков Деятелей Политиков Но их В разы Меньше Чем Мужчин И Если бы Те достижения Которые Эти Женщины Сделали Если бы Эти же Достижения Например Того же Достиг бы Какой-то Мужчина Он бы Был Вполне Рядовым Ученым Деятелем Погоди 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 Поскольку Это Женщина То Она Как бы Мужчина Подведешь Печальный Конец У меня К тебе Вопрос А сколько Мужчины Рулили Миром Ну да Это один Из аргументов Против Этого Но Как бы Уже Сто лет У женщин Есть доступ Наверх И вот За сто лет Они как бы Не особо Преуспели Можно Что Нужно Еще Сто лет Это Сколько Примерно Поколений Четыре Поколения Есть Считать А то Может быть И пять Считать И за Четыре Пять Поколений Они Много Чего Не добились Да Это Смешно Ну Послушай Зато Наблюдается Другой Очень Очень Хорошо Можно Видеть Другой Эффект Вырождение Белого Человечества Вырождение Белой Расы Потому что Белые Женщины Не умеют Рожать Детей Не умеют Здесь Дело не в умеют Все они умеют Проблема Другая Белое Население Как правило Так Сложилось Сейчас Что все Белое Население Это Живет В социально Развитых Странах То есть А Здесь Сейчас Что Вот возьми Допустим Нормальную Женщину И скажи Роди мне Пятерых Детей Что она тебе Скажет Одного Для себя А это И есть Вымирание И опять Пойдут Контрацепция Все прочее Тебе поставят Спиральку Дадут Десяток Таблеток Что пей Детей Детей У тебя Не будет Главное Трахайся Покупай Вот Все Самое Главное А Черные Что Они Либо Религии Запрещают И они Трахаются Без всякой Резины И прочих Контрацептивов И Нарожают Десять Нормально Тут Хорошая Наблюдается Такой Феномен Что Образованность Она Обратно Пропорциональна Количеству Детей Хотя Ну В среднем Не всегда Это не говорит Остовеке Ничего Но В среднем Наблюдается Такая Тенденция Но К примеру Она Приводит Интересную Цитату Из Толстого Анны Карениной Там Какая-то Женщина Которая Хотела Кому-то Понравиться И В общем-то Она Вывела Там Своих Пятерых Или Шестерых Детей Всех Вымытых Напомаженных Выглаженных Вычищенных И Там Она Предстала Перед Жоржем Во всей Своей Гордости То есть Дети Это была Главная Гордость Женщины Сейчас Женщина Безусловно Значит Выращивание Детей Рождение Уход За ними Это Тяжелая Работа Очень Очень Ответственная Очень Очень Скучная Монотонная Бессонные Ночи Конечно Любая Работа Это Как Из плена Вырваться Но Да Любая Женщина Лично Для себя Предпочтет Работу Какую Никакую Любую Работу Чтобы не Сидеть Дома И Я Наблюдаю Свою Маму Которая И Других Родственников Которые Себя Посвящают Быту Я С ужасом Думаю Господи Это же Кошмар Белого Света Человек Не видит Работает Только на Благо Своей Семьи Кстати В некоторых Случах Даже не в Некоторых Можно Наблюдать Мне не хочется Слово Говорить Ну ладно Как-то Женщина Сидит Обезвылазно Она Начинает Деградировать Эти моменты Особенно Когда они Рожают Помимо Того Что они Просто Дома Сидят У них Еще Выплески Специальных Гормонов Чтобы Женщины Тупели Иначе Нормальный Человек В здоровом Смысле Он Никогда Глядя На Ребенка Не Будет Умиляться И Плакать Слезами Счастья А Все Женщины Когда Рожается Ребенок У них Хипическое Преобразование Ой Какие Нозочки Ой Какие Глазочки Почему Ребенок Такого Класса У них Такий Страшный Ужас Вот Но Совокупная Цена Которую Мы Платим За Значит Удобство Персональное Удобство Каждой Женщины Это Вырождение Белого Человечества Это Философский Вопрос Чем Мы Вообще Съехали На Белых Женщин Классно Что Нам На Белых Женщин Что Съезжать Культуру Про То Что Канадцы Воспитывались И Другой Вопрос Был Производный Первопричинный Я Вообще Думаю Мы Вообще Разговаривали Про Что Про Образование Все Свелось На То Что У Родителей Нет Времени Почему Потому Что Белые Женщины Не Способны Уклиться Мы Начали С математики Белые Женщины Не Способны К математике Не Можете Считать Так Ладно Пора С этой Темой Съезжать Иначе Салат Точно Превратится Я Господи Значит Я Хотел Рассказать Это В следующем Подкасте После Того Как Я Договорился Пойти К Жене На Тренировку Но С тех пор Я Две Недели Не Появлялся Нигде А Так Я Уже Рассказал Я Сказал Что Отмочил Вообще Все Да Ну Так Я Пришел К Сэнсэю И Говорил Сэнсэй Что За Меня Пиздили А Он Не Говорит А Ну Я Объяснился Например На Тебе Не Сработал Замок Не Очень Сильно А Это Головой Верчу У меня Такой Микрофон Узконаправленный Что Если Я Начинаю Вертеть Головой То Ничего Не Слышно А У В микрофон Сейчас Лучше Абсолютно Я Просто Шел В Другой Кабинет Давай Продолжай Так Что Ты Рассказал Сэнсэю А что Он Тебе Ответил Я Говорю Вот Например Он Меня Схватил У У У У У Нужно Руку Развернуть И Замок Поставить Я Говорю Я Не могу Руку Развернуть Он Держит Крепко У Меня Сил Не Хватает Он Говорит Ага Надо Ударить Ему Морду Надо Было Тебя Бить По Морде Женя Дабы Ты Отвлекся Тогда Бы Ты По Крайней Мере Подставил Другую Руку Защищая Лицо Своё И У Меня Образовался Короткий Момент Для Потому Что Творца Там Рассказывают Все Там Бить Не Надо У нас Есть В дзюдо Приём Когда Тебя Так Вот Хватают Там Есть Приём Когда Там Надо Хватаешь Кимоно Другого Человека Подмышкой Потом Руку Проворачиваешь Ты Его Просто Назад Откидываешь Это Потрясающе Если Правильно Выполнен Приём Человек Реально От тебя Отваливает Причём С Минимальным Количеством Усилий Я Тебе Его Не Показал Дело В том Что С айкидо Такая проблема Есть В айкидо Чаще всего Приходят Добившись Мастерства В других Искусствах Потому что Айкидо Очень сложное Айкидо Короче Это очень сложное Боевое искусство И о практическом Применении До Чёрного Пояса Говорить Не приходится А чаще всего Им Смысл Говорить об этом Только после Второго Дана В общем Люди Учитель дзюдо Смотря для чего Для практического Применения Для практического Учите бокс Кстати бокс Он действительно В ближайшие сроки Научит тебя Более-менее Драться А если тебе нужен Красивый спорт То тебе конечно Лучше пойти Что-нибудь такое Я Сэнсэем Много об этом Говорил И он Не объяснял Что Во Вот этих Искусствах Особенности В Айкидо Практический Аспект Он является Побочным Основной Аспект Это развитие Духа Господи Как вы меня Все заебли Со своим духом У меня есть тоже Один товарищ Пошли на тайчи Я говорю У меня и так Карате и дзюдо Нет Это всё не то Тебе надо заниматься Тайчи Я говорю Иди сам дрочи Задолбали Там ты развиваешь Сперва он мне пытался Доказать Что это боевое искусство Я говорю Если боевое искусство На практике Не применяется Это не боевое искусство Потому что Херня Всё это Ладно Короче Проехали Потом Все всегда сводятся Это развивает Внутреннюю душу Ты попадешь в рай Я не знаю Причём Я не могу сказать Что всё это хуйня И вы не попадёте в рай Или у вас там Чего-то внутри не развивается Я вполне это допускаю Потому что Оттуда пока что Ещё никто не возвращался Вот Ну если Равно как из Ада Ну если Стивен Сигал Возвращаются Постоянно Нет Чё ты смеёшься Возвращаются Буддисты Буддисты Они перерождаются И доказывают Это Мотылька Нет Ну чё Не Ну К чему такой скепсис И такая ржака Над вопросом В котором ты не разбираешься Ну поэтому Я собственно говоря И не говорю Что это неправда Буддисты Отлично Они по желанию Правильный Буддист Может взять и умереть Для того Чтобы в данный момент Где-то переродиться И потом продолжить И все эти Далай-ламы И прочее Они же доказывают То что они были Рождены Ранее Они вспоминают Свою предыдущую жизнь И рассказывают Те факты Которые Невозможно узнать Если ты не был Человеком Тем Кого ты Из кого ты Перерождаешься Так что в принципе Давай Лама давай Интересно Я это Насколько я знаю Научного подтверждения Тому нет Но Научно Так как подтвердить Это Так не сложный вопрос Давай Давайте сначала Это самое Начнем мерить дух А потом Уже будем Определять Какой из них Лучше Разбивай Свой баян Так Я не оспариваю Потому что там Что-то развивает Дух Перерождение Я Человек С открытым Сознанием Вполне Допускаю Что кто-то Там Переродился Я все жду Когда Эйнштейн Переродится Вот Продвинуть Наши Физические Технологии Дальше Видимо Он все-таки Нет Ты знаешь Я думаю Если Эйнштейн Будет Сейчас Родиться То он Скорее всего Займется Чем-нибудь Более полезным Типа Развитие Бизнеса Может быть В сексе Что-нибудь Новое Изобретет Ну или Там Вообще Изобретет Увеличитель Члена Что там Удваивать Будет Реальный Член Одну Таблетку Съел И Длину Члена Сразу Два Раз Вот Что происходит Когда Женщины Вокруг Нет Какие Только О члене Думают Нет О сиськах Нет Это Нет Почему О своем Члене Не грех Думать И о том Как его Пристроить Если ты Будешь Думать Только О сиськах То Это Неправильно Там же Можно Правда И Пристроить Тоже Когда Прозвучала Фраза Член Два Раза Больше Я понял Что Система Все Так Иссякла Нет Я просто Говорю Что Сейчас Есть Более Доходные Занятия Чем Строить Атомную Бумбу Я понял Так У меня Есть Предложение Сделать Паузу И Вернуться Через Минут Пять Хорошо Ну Оставайтесь На связи Я просто На паузу Хорошо Так Сказал Квак Я думаю У меня в принципе Еще есть Пара вещей Которые Хотелось бы Обсудить Я думаю Мы сперва Пойдем По комментариям Потому что Мы всегда Отсекаем Новости Если Времени Не хватает Поэтому Давайте Лучше С комментариев Начнем Еще По ходу Комментарев Я думаю Много Всяких Мыслей И Дискуссий Придет Поэтому Виктор Да Я здесь Комментарий Ну Погруче Самого Себя Сделать Да нет Твою улицу И так Слышно А Да Я Извините Я не могу Просто сидеть Закрытым окном Здесь У меня В квартире Притом Притом Что у меня Окно Целиком Открыто А на улице 19 градусов У меня В квартире 25 У меня Только Задается Один вопрос Какой Мудак Печку Включил Потому что Здесь Вот так В этом Апартменте Ух ты Какая Телка В этом Апартменте Одна И та же Проблема Все время Почему То Антон Это твоя Телка Такая Клевая Ну В будущем Не знаю Я В группу Молодежи Раскоязычной Молодежи В Торонто И Эту девушку Я с ней Знаком В общем Я говорю Что мне дурно Становится Когда я Смотрю Ниже Шеи А Ты хочешь Семенить Понятно В смысле Плодотворить Немного Белого Человечества Ты мне Присыл Какую Ссылку На фейсбук У меня Фейсбука Нету Так что Ты фотографию Смотри Там Другой Линк Вел Я фотографию Видел Красивая Девочка Я думаю Тебя Подойдет Выглядит Как будто Она любит Приключения Такая Веселая Ну Чего Тебя Она подойдет Ты хочешь Мой благословения Я тебя благословляю Вперед Я По ошибке Отправил ее Сначала Тебе Потому что А Женя Подумал Что Благословение Я ее всем Хотел отправить Смотри Упрем же Ну так Что Конкурентная Борьба Капитализм Это залог Прогресса Это не секторизм Это блядизм Будет Если Уведут Значит Либо я Свои гены Уничтожить Либо надо Развиваться Какие Вы все Блядь Научные Гении Так Виктор Виктор Ты что Я вообще Не слышно Так Комментарии У нас Есть Новый Человек Давай У меня Пинг Опять Скачил Непонятно По каким Причинам Как Второй Раз Будет Причем Странно Я ничего Не открываю И ничего Не качаю Израиль Открыл Сраный Фейсбук Что ты Сказал У нас Есть Замечательный Новый Человек Боевое Крещение Ты Хочешь Непроверенному Бойцу Отправить На минное Поле Так Что У нас Там Толя Качаю Саша Что За Видео Не Помню Блядь Я Нажал На Кнопочку Надеюсь Не начало Качаться Я Не Смотрел Кто Смотрел Не Знаю Можете Прогомментировать Не Можете Прогомментировать Короче Нахуй Дальше Нет Подожди Какое Кара Да Ты Чего Офигенное Видео Особенно Как они Там Придумали Ты Чего Я Чуть Было Не Заплакал Насколько Понимаю Это Какой-то Мир Фоллаута Что ли Или Что-то Такое Не Ну Типа Блин Насколько Я помню Это Ой Сейчас скажу Короче Сони Испытывает Там Какую-то Технологию Вот Они Типа Вот Это Видео Это Было Не Пререндер А Вот Именно Реал Тайм Гоняется Вот Это Все Как Там Кожа Одевается И так Далее Вот Это Все Съемки У них Типа Они Какую-то Технологию Сейчас Испытывают Типа Вставят Потом В Приставки Это Вот Этот И Ой Ёпарас Это Тут Я Поставил Видео Там Этот Квадкоптер Помнишь Говорили Там Одного Чувака Квадкоптер Блин Этот Пиво Ящик Привозил Красиво Талей Прислал Фотографию Корреспонденту Дождя Пуссирает Объяснили Свою акцию В храме Не знаю Кому еще Интересно Обсуждать Где-то Пуссирает Но Я Даже Не в курсе Мне понравилось Один Демотиватор Типа Девчонки Пришли В храм Для того Чтобы Высказать Своё мнение И Помолиться Богу Два Месяца Тюрьмы Какой-то Мент Там Превышал Свои Полномочия И Убил Какого-то Чувака Забил До смерти Пытками Дали Ему Два Месяца Тюрьмы Условно И Посадили Под домашний Арест Правосудие России Я Ничего Не буду Говорить Я же За Россию Так Хули Хули В Канаде Делаешь Ну Я Настолько За Россию Что Я Решил Ты Знаешь Мыслиться Лучше Это Знаешь Родина Это Мать Любых Родственников Чем Они Дальше Тем Они Роднее Поэтому Знаешь Как Лучше Тасковать По Родине За Границей Чем Страдать От Родины Дома Спасибо Виктор Спас Ситуацию А то Я бы Сейчас Таких бы Дров Навалял Навалял Дровишек Так Тут Дискуссия Какой подкаст Я слушаю Почему Русские Всегда Позиционируют Как Плохие Ребята В играх А Да Это Круто Мне Подравил Поприслал На самом деле Да Нормально Я ответ В принципе Понимаю Потому что Действительно Только Русские Могут Позиционировать Как Плохие Парни Но Наследственно И при этом Не обижаются Да Вот Круто Я вам Честно Признаюсь Когда я Играю Во всякие Игры Если Там Есть Шанс Я Всегда Выбираю Русскую Сторону Вот Но Если Там Нет Такого Выбора То Я Всегда Выбираю Автомат Калашникова У меня Такой Вопрос Буду По Комментариям Я Не Смотрел Стартрек Кто Такой Чехов А Чехов Распиздяй За рулем Который Ну Пилот Он С Таким Ярко Выраженным Русским Акцентом Его Специально Сделали Русским Ну Как Что Типа В будущее Все Поперемешаются Страны Будет Общая Планета И Вот Пилот У них Русский И Он Такой Английский Чисто Послушать Поржать Кэптон Поперемеш Показывали В кинотеатре Ну Последний Ну В Да Есть Слушайте Я вообще Не образованный Кстати Мне актер Нравится Я по-моему Какой-то Фильм По-моему Ваня его Тоже Смотрел Где Он Там Короче Играет Подростка Который Ну У него Какие-то Проблемы Свои Собственные Психологические Вот Но он Всегда Хочет Быть признан Обществом Вот И он там Типа Из старой школы Его выгнали Потому что Поймали Что он делал Фальшивые права Короче У себя в комнате Штамповал И продавал Там Каким-то Гарвардским Или каким-то Студентам Вот Его Отчислили Из всех Этих элитных Школ И он попал Типа В обыкновенную Школу Где его Тут же Избили Вот И он там Короче говоря Рано или поздно Начал торговать Наркотиками Вот Психологическая Юная такая Драма Тиракомедия Потому что Там столько Ржачных моментов Как После того Как его избили Он стоял С фингалом Перед зеркалом И Наизусть Выучивал Значит Монолог Который он этому чуваку Когда его поймает Опять Типа Вставит Вот И то есть Там очень много Или как он там Чего-то обожрался И короче Голым по улицам Бегал в одном пиджаке И когда менты поймали А брата протащили Он там на пианино Сидел под кайфом Фигарил Такая Хороший фильм Чувак хорошо играет Чеха Да Он этот Он Это офигенно Блин Этот Все это замутил И вообще Вот Играя его там Ну Так Вставляет Просто Зашибись Он Все эти диалоги И так далее Вроде бы Как бы Позиционируешь Что такой Блин Ну Хлюпенький Блин Придурок Там Ну Не придурок Он просто У него Свои Свои психологические Завихрения Так Рациональное утверждение Здесь Вышел большой диалог Которым я не очень хочу Говорить А вот это О сообществе Фемен Вот Я не знаю Если кто-то хочет Что-нибудь высказаться Еще раз Про голые сиськи Да нет Я Не очень думаю Я сейчас приду Я сейчас приду А Фемен Сказать ничего не хочу Правильно Иди передерни Так Толя Митник Толя Для тебя И видео А Это опять эти Фемен У храма Христа Спасителя Не совсем Конечно понимаю Нахрена Они Прикрылись бы Чтобы Все-таки Публичное место Вообще Девочки Преследуют Свою политическую Карьеру Весьма жестко Так Че здесь Я пропустил Уже Вот В Лондоне Появится Комитет По борьбе С коррупцией В России Это еще Одна печальная тема На удачу Вообще Не понимаю С учетом того Что Россия Любит всю эту Европу И Америку Они бы лучше В Америке Тогда сделали Комитет По борьбе Вторая Холодная Да Но это же Наши Тогда Высказывали Какое-то Недовольство По поводу Того Что там Где-то Нарушают Права Человека Вот Ответный Ход Как называется Асимметричный ответ Они говорят А теперь Америка Будет про коррупцию Проследовать В России Нормально Не-не Это будет Британия Уже А Ну тоже Страна Которая Ни разу Не подозреваемая Не знает Что такое Коррупция И в Британии Конечно же Все только По закону Да Да и вообще У них там Все правильно Особенно Со всякими Мусульманами Да Так Митник Что-то Написал Лучше Пусть Делают Как Гонконге В свое Время Там Сейчас Коррупция На уровне 6% В государственных Органах Блин У меня Здесь Походу Погода Совсем Портится Ну В принципе А как там В Гонконге Я вообще Не понял Тюрьма На 20 лет Воруж Дальше Ну это еще Гуман Я предполагаю Тюрьма На 20 лет Ну не знаю В России 20 лет тюрьмы Ну Что поделать Я не знаю Народ сделал Свой выбор Поэтому Что-то говорить Так Толяя Про Е-мобили Е-мобиль Почему Е Поступит в продажу Потому что так и называется А У него прямо на логотипе Буква Е Е-мобиль Поступит в продажу В 2013 году Российский Экологический Автомобиль Поступит в продажу В 2013 году Начало Веселенного Производства Запланировано На конец 2012 Поскольку В его базовую Комплектацию Будет включено Большинство опций Ожидается Что его стоимость Не превысит 14 тысяч Евро На сегодняшний день Количество Предварительных Заказов На этот Инновационный Автомобиль Извиняюсь Превысило 150 тысяч И продажи Растут Вот источник Вот я Источник не посмотрел Вот Я прочитав То что Толяй Навалял Мне стало Смешно И грустно Я в это Блять Вот убейте Меня не верю То что он будет стоить 14 тысяч Евро Вот не верю Не верю И все Ну если будет 14 тысяч То можно будет За Прохорова Я думаю Может быть За Прохора Будешь голосовать На выборах На каких выборах Следующих выборах Следующих выборах Не будет Товарищ Все Батька пришел Так Тем более Следующий выбор Уже будет Далеко За За 2013 Год Если я не ошибаюсь Поэтому Ёмобиль Меня Просто переворачивают Откуда Такие вообще Цифры берутся На них из задницы Что ли Вытаскивают Надо конечно Посмотреть Я не верю Что там Даже в этом источнике Ссылочка Сейчас Интернет Опять подвиснет Надо понюхать Если пахнут плохо Значит оттуда Ты знаешь Просто Я не могу Себе представить Откуда Как они построят Автомобиль За 14 тысяч Евро Причем Как нарисованный На картинке То есть я А может он весь из картона Да Ну Если Он из пластика Тем более Как этот В Германии же был Трабант Который Фактически Весь из пластика Ну Не знаю Не верю я Люди Толя Тебе персональное задание Держи ухо В астро Смотри Что там с этим автомобилем Произойдет Я хочу увидеть Потому что Уже 2013 год Недалеко Если мы переживем Декабрь 2012 Может в Россию За машинами поедем Сомневаюсь Здесь детали Будут дорого Достать Но Зато какой пункт Ты представляешь Вот на такой машине Ты будешь кататься здесь Я Блять Не верю я По-моему Лучше Это самое Импортировать Скайлайн Не верю 14 тысяч Не верю Или будут Батареи левые Что нибудь В этом автомобиле Или будет он Не как на картинке Что нибудь В этом автомобиле Будет Какой нибудь Будет подъеб Что они Они не верят Что они могут Уложиться в эту цифру Если они продают За 14 тысяч долларов Прозвоните Производите Евро Евро Пусть будет Блять евро Считай 30 тысяч долларов А это уже Что 300 тысяч долларов Да этот самый Как его 25 тысяч Можно 20 Сколько евро Евро к доллару Один Не к двум же Ну полтора Ну пускай 20 тысяч Долларов Что Плохую машину Можно за 20 долларов Здесь купить Юмобиль Ты здесь За 25 тысяч долларов И рядом не купишь Максимально Что тебе светит Это гибрид Причем Новый гибрид От Toyota По-моему Primus C Называется Primus Да 24 тысячи По-моему Или 2 сутки 1 евро Это 1.3 US доллара Подешевел По-моему Раньше Подороже В общем Не верю Потому что Они должны Тогда производить Автомобиль Откуда Они Я не верю Что в России Россия сама Разработала Или спиздила И может Производить Батареи Современные Батареи И мне кажется Вот эта батарея Это самая главная Цена автомобиля Будет Самая большая Я бы сказал Из всех комплектующих Поэтому Я Если они покупают Где-то там То Вопрос Где Если берут Левые китайские Батареи То вот будет подвох Они будут подыхать Или не будут держать Достаточно Расстояние Если Они покупают Реально От Правильных Производителей То машина Не может Тогда Сколько Стоить Вот Остается Вопрос Или они В Китае Будут делать Или они Смогут Сами Произвести Со своими Или спизденными Технологиями И Может Они вообще Спиздили Супертехнологию Никогда Даже Не знаешь Ну Одно Дело Технологию Спиздить Другое Ее Произвести Батарея Вот Понимаешь У меня У меня Проблемы С деньгами Не верю Хотя да Качество сборки Тоже Потому что Китайцы Тоже делают Айфоны А там Разбираешься Там Такое Поделье Что Прошивку Сами написали Ни одно Нормальное Приложение Не работает Батарея Ну ладно Китайское Айфоны делают В Китае Настоящие Айфоны Нет Но когда Одно дело Под надзором По технологиям Собирает А другое Дело Когда они Делают Подделки Внешне Выглядит Абсолютно Так же Но На деле Андроид Наверное Или они Это свое Написали Да там Свое Но там Написано Чтобы оно Выглядело Как что-то Ну правильно Даже это Поставить Андроид Не могу Так Сашем Как забавно Как забавно Мне это Напоминает Социологов Политехнологов Многих стран Мы провели исследования Все так печально И хреново И видео Я не помню Что-то такое Хотя там А Понял Да Это видео Не знаю Ты куда Проскочил еще раз Саша М Это уже после Ее мобили Комментарий Следующий Видео Там показывают Типа Лейтенси Дисплея А А Увеличим Уменьшим Уменьшим Что-то я так и не понял Что Саша М Имел ввиду С этим дисплеем Почему так все плохо И у кого И где так плохо Не Просто они там говорят Вот сейчас посмотрим Средне Этот Среднестатистический Этот Пад Допустим Тачскрин У него Этот Лейтенси 100 миллисекунд Вот И они типа сравнивают 100 миллисекунд Вот как Как оно выглядит Это Микрософтовская разработка 10 миллисекундный дисплей Это Микрософтовская разработка Вот А теперь Посмотрим Что Чего Этот Ну Мы типа Определили Проблему Где она Находится Вот И они Решили сделать Вообще Круче Чтобы Ну Реалистично Там Чувствовал Что Якобы Это действительно По экрану Тач Чтобы Не было Вот это Вот как бы Ты пальцем ведешь А картинка В полметра От пальца Едет Ну Ну Не знаю Ну Вот Я не понял Прикол Отверждения Ну Я думаю Что Саша Не понял Прикол Видео Ну Если так По моему Обычное Хуй страдания В смысле Просто Экспериментирования Вот и все Записали на камеру Выложили исследование Нет Они Это необычно Это типа О вот Кстати сказать Люди Вы уже давно пользуетесь А вы ведь не узнали Что оно может выглядеть Вообще красиво Скорее всего Может Нам еще нужно Подождать До Это Пятого Или шестого Или восьмого Все все знают И все все могут Но кормить Людей надо Понемножечку А то понимаешь Да не Я имею ввиду Юзвер Юзвер Вот ты Вот ты Замечал Вот это Лага Ты Сам раньше Думал А какого хрена Она так медленно Оказывается Тормозит Не операционка Вовсе А этот самый Да Просто чувствительность Экрана Потому что Операционка Может и быстрее Прорабатывать Но Походу Экран Не выдает Больше частоты Меня кстати Аппл пугает Я на этой неделе Читал Просматривал новости Там Аппл Биржа Поднялась Апплские акции Извиняюсь Поднялись До 600 баксов Но потом Опустились Немного Опять Что-то Меня это Пугает Да Аппл Все Я говорю Пару лет И все То есть Народ Как-то Держался На харизме Стиве А сейчас Как бы Так в том-то и дело Виктор Акции Акции Почему акции Растут Как Блять На дрожах Откуда Откуда Бабки Потому что А? С мегаэкраном Ну я понимаю Посмотрим Слишком Инвестированы В другие Индустрии Чтобы Так просто Испариться Ну Если Инновации Ну ладно Посмотрим Так Ластник Был на Сибит Видел Тесла Классная Машинка Да Я с Ластником Целиком Согласен Я когда в Детройт Автошоу Ездил Я тоже Видел Очень интересная Машина Пошла Дискуссия Про Аккумуляторы Ну вот Что было Очень Забавно Хочу сказать Я не совсем Так и понял Кто за что В этой Дискуссии Но Мне кажется Полный Пиздец Потому что Ну не знаю Вот сейчас я могу Спокойно На месяц Два Хоть Блять На год Уехать Машину Оставить На этот На парковке Приеду Она все равно Заведется На месяц На два Бензиновую Машину По моему Можно достать Через 20 лет Ну там Надо будет Поменять Что нибудь Масло По моему Еще что то И тут же Завел И все Автомобили На консервации Стоят В войсковых Частях Дети Которые Развертываются В случае Войны У них Автомобили По 30 лет Стоят Чисто Консервированные Ну им там Меняют Правда С маской По моему Раз Сколько то лет И все Собрался Завел Машина 30 лет Стояла Аккумуляторная Машина Две недели Дома не побыл Машину На свалку Ну там Ну фактически Да Ты прав Ты уехал Тебя А тебя В это время Отключили От электричества За то что Ты там Что то Не доплатил Или просто По ошибке Приезжаешь 100 тысяч Долларов Машина На помойку Да И Ты знаешь Меня всегда Человечество Мне кажется Я не хочу Говорить за все Человечество Но пожалуй Скажу Нельзя Мне кажется Что мы стремимся Чтобы Знаешь Как бы Чтобы само Все работало Да И вот мы Наконец-то Получили Да Святой Грааль Как многие люди Считают Электроавтомобиль И пожалуйста Йохан и Бабай Один месяц Сама по себе Простоять не может За ней нужен Постоянный глаз Мне еще Кстати Понравилось Это Когда Выпустили Ниссан Лифт Там несколько Было Программ Тоже Где Людям Давали Ниссан Лифт Ну В смысле Журналистам Вот И короче говоря Они видимо Не допирали И Когда Они Врубали В розетку Там Штекер Там К машине Они Видимо Его до конца Не зашлепывали Потому что Они Наполовину Что ли Засовывали И там Лампочки Загорались Они такие О Круто Вот На утро Приходили Батарея То ли не до конца Заряжена Была То ли не заряжена Вообще Вот И меня это Так поразило Вот Люди Просто Не догоняют Люди В смысле Не люди Пользователи А вот Инженеры Не понимают Что Машины Надо делать Такие Чтобы Дотрагиваться До них Не надо Бог И только Не в автосервис Возить Электромобиль Наше будущее Прекрасное Да Ну Просто Понимаешь Если только Автопроизводители Не станут Ориентировать Машину На самом деле То качественные Автомобили Вообще Делать Не стоит В принципе Как мне не Прискорбно Это признавать Но Ваня прав Я Пару недель Назад Потому что У меня Те кто Слушает Постоянно Этот подкаст Достаточно Количество Времени Знают Что у меня Есть шиза На тему Ржавчины Да Ржавчины В автомобилях Я ее Очень люблю Вот У меня У меня Постоянная Концепция Что машину Надо делать Из чего Нибудь Что не ржавеет У меня Просто Это больная Тема Я не знаю Почему Потому что По сути У меня машина Не ржавеет На данный момент И я прекрасно Понимаю Что в следующие 8 лет Она ржаветь Если только Я ее не побью Где-нибудь Особо не собирается Но у меня Все равно Такая шиза Внутренняя идет И И я Я тут По-моему Две Две Недели Недели Назад Подался Смотреть На машины Которые Не ржавеют В общем Пусть В гугле Особого Результата Не принес Но я все-таки Наткнулся На интересную Такую Концепцию Я не помню Если я рассказывал Если я рассказывал Скажите Я не буду повторять Второй раз Называется Step-in Вены Или Cargo Вены Step-in Vehicle Короче Это Грубо Переводя Это Короче Автомобили Которые Ты просто В них Входишь В полный рост Они в основном Используются Во всяких Компаниях Для разводки Автобусы Да А Типа Как этот UPS И так далее Да Да Вот И Я посмотрел И Эти автомобили Создается На нескольких Платформах Либо От Форда GM Крайсера Я не помню Вот Но Форд GM Они продают Просто-напросто Как это Бэрбун Кит А по-русски Как это будет Шасси Шасси Короче С двигателем И колесами И потом Вот это Вот Это дело Идет На Специальные Компании Которые Занимаются Значит Сборкой Таких Таких Автомобилей И они Потом Вот Не помню Алюминий Это было Или нержавейка Что-то Легкое Короче Они потом Оббивают И доделывают И все Остальное Но Что поразительное Из этого Всего Что как раз Значит Машина Там должна Быть легкая По-моему Еще Чего-то Ну Естественно Она Не так Быстро По-моему Ржавеет Хотя Тоже Окисляется Если Я там Читал Там Алюминия По-моему Или это не Алюминий Было Я не помню Там Короче Тоже Свои Приколы Были Но По-моему Не настолько Все-таки Плохо Как металл Но Самое Потрясающее Это То Что Машины Предназначены Работать По-моему Там Не одно Десятилетие То есть По-моему Примерно 15-20 лет Машина Должна Пахать А Машина Пашет Не так Как Мы Здесь Ездим Да Схочу Да А они Весь День Ездят И Потом Я еще Напоролся На Точно Такую же Фишку Это Когда Я Заправлялся В Америке А не Я сигареты В Америке На бензоправке Покупал И там Подъехал Это в Канаде Если в Америке Такие Такие Машинки Они все Квадратные Выглядят Просто Жутко Хотя Маленькая Версия Для Развозки Почты По городу Сейчас Они все Заменяются Но их Специально Разработали У них Срок Службы Примерно Такой же Где-то Порядка 20 лет Я только Подумал Про одно Ну Блядь Сделали же Когда Надо Серьезно Был Заказ Сделали Ну Да Жень Проблема Не в технологиях Проблема Не в Ни в чем Либо Другом За исключением Того Что Все Все же у нас Продается Оно Продается По причине Почему Потому что Это сейчас Продавать Выгодно Когда станет Выгодно Продавать Качественные Машины Тогда Они у нас Будут Так же С электромобилями И так далее Ну В некоторых Случаях Там С электромобилями Там еще Технологии Немного Запираются Там Кряхтят И все Такое Ну Ладно Это Скажем так Я допущу Но Прикинь Сейчас Вот Возьму Через полгода Кто-то Выйдет Форд Выйдет Допустим И скажет Форд у нас тут Электромобиль На одной батарейке Короче Может Ехать Две тысячи Километров Батарейка Не Стареет Типа Батарейка Будет жить Последующие 100 лет Без Необходимости Там Заменения Или еще что-то Можешь Оставлять ее там Пусть она там сидит Хоть Хоть 10 лет Без всякого Присмотра И так далее Хорошо Теперь Вот А Она будет Охрененно Дорогая А если Она не будет Охрененно Дорогая То Кто будет Покупать Вообще Какой-либо Другой Электромобиль Но Есть же Apple И Не погибли Производители Других Телефонов Пока что Нет У Apple Там Другой Момент Потому что Apple Он Дорогой Apple Просто Ты тоже Блин Сказал Вот Сравни этот Сравни iPhone Сравни Какой-нибудь Другой Этот Смартфон Ну да Есть Соответственные Цены И так далее Но Есть же Выбор Что Некоторым Людям Подешевле А другие Не разбираются Третье А Да Еще Вот Что Я хотел Сказать Сколько Людей Получают Свои Телефоны Чисто Из-за Того Что Они Прилагаются С Каким-то Контрактор Сколько Людей Они Отдельно Покупают Телефоны Допустим Чисто Он Взял Этот Телефон Потому Что Ему Нравится Телефон А Сколько Людей Взяли Телефон Потому Что Это То Что Его Провайдер Предлагал На тот момент Давайте Не будем А в Телефонах Такой Больной Момент Ну Это Совсем Другой Момент Просто Сравнение Не совсем Подходящее Потому Что Машины На самом Деле Выбирают Тебе Не Говорят Ты знаешь Подходит Новый Год Твоя Машина Уже Состарилась Давай Мы Тебе Сделку Дадим На эту Машину И Бензин Будет На 20% Дешевле Никто Себе Такое Не Говорит Скоро Возможно Будет Когда Будет Тогда Возможно Там Чего Там Опять Там Должен Подвох Как Это Корпорации Должны Бабки Грести Причем С Капиталистической Точки Зрения Эти Корпорации Всегда Должны Увеличивать Свой Доход Всегда Поэтому Они Меньше Зарабатывать Не Будут Не Будут И Там Просто Смотри Если Только Они Не Придумают Чего То Такое Где Им Там Машина Которая Сейчас Стоит Допустим 5000 Произвести Они Будут Производить За 500 Долларов Тогда Возможно Тогда Возможно Кстати Я не Рассказывал Я не Знаю Рассказывал Или Нет Но Я Здесь Смотрел Типа Новые Машины Кстати Йо Мобили В Канаде Продается Замечательный Йо Мобиль От Mitsubishi И Государство Канады Выделяет До 8000 Долларов Типа После того Как ты Купил Машину Они Тебе Присылают Чек Если Ты Заполнил Их Не Формы Они Тебе Прислю Чек До 8000 Долларов Да И С Этим Самым Как Его Toyota Которая Примус За Примус Тоже Возврат Вообще Они За Эти Самые Как Назад За Гибриды Предлагают Не Предлагают А возврат Налогов Делают Потому Что Экологически Чистая Машина Очень Прикольно В этом Плане О Я Кстати Вспомнил Что у меня Произошло На этой Неделе Меня Жутко Бесило По-моему Целых Несколько Дней То ли Два То ли Три Дня Я Короче Тоже Ирония Блять Судьбы На Прошлых Выходных Была Хорошая Погода Я Такой Ну Все Сейчас Я Поеду И Помою Машину Короче Поехал Машину Помыл Выгнал Ее Из Мойки У меня Специальная Такая Прыскалка Типа Жидкий Жидкая А? Жидкого Вакса По-русски Будет Вакс Воск Воск Да Вот Ну В принципе Не заменитель Обычной Восковой Терапии Потому что Я проводил Эксперимент И вот Этой Прыскалки Ты попрыскал Пока машина Еще мокрая Ты ее Все Растер Вот И реально Слой Остается Единственное Он остается Недолго Порядка Двух Недель Я Замерял Специально Вот Короче Всю машину Натер Сверху Донизу Все Машина Красива Вот Ехал В понедельник С работы Короче В понедельник Дождь был Что в принципе Меня не особо Огорчило Огорчило меня Другое Еду с работы Лечу Красота Вот И тут Соседняя фура Залетает В этот Подхол В дырку Ага И из-под колес Несколько камней И прямо В машину Приехал У меня уже Там этот Краска На крыше И в крыле Отбито Воск Помог Да я Как я Нахуй Расстроился Я только Я кстати Пытаюсь Закончить Свою статью Про год жизни С новым Автомобилем С этим И Я Я так Расстроился По этому поводу Единственное Я жутко рад Что Мне попался Мудак Дилер Маздовый Эти Арабы Ёбаные И У меня Хороший Друг Который Помог Выбрать Автомобиль Все-таки Я так рад Что я не купил Эту сраную Мазду Я очень рад Что я попал С этим Хуйдаем Потому что Если бы это была Мазда Я бы наверное Точно застрелился А мне еще дверь Кстати помяли У меня там Вмятин Две такие Небольшие Но заметные На двери И Я ездил К специалисту Типа говорю Выгни Вот Он сперва думал Что он сможет Значит Ну Без распила И всего остального Выгнуть Эти две вмятины Он типа Привози машину Если я их выгну То типа 80 или 70 баксов Если не выгну То Забей Вот И он их не смог выгнать Я говорю Ну типа А если хирургическим путем Ну он говорит Ну ты смотришь баксов на 400 Я короче Пару дней еще Над этим думал Думал Ну 400 баксов Выгнал вмятины Ну в принципе Не так плохо Короче После понедельника Я такой Блять Как здорово Что я не выгнул Эти сраные дырки И вообще Что я купил Хуйда этот Как здорово Блять Поехали Я понял То что покупать Новую машину Это не актуально Если только не покупаете Игрушку Если вы покупаете Игрушку Типа Выехать на выходных Покататься Под солнцем Да Но потом Прикинь Такой же На фуре Проедет И тебе Блин Камни Ты знаешь Знаешь как Обидно будет Вогнули мне Дверь В Канаде И Я понял Только одно В Америке Кстати С этим Намного более страшно Когда тебе Дверь вминают Потому что Там они Хотя бы В большей части Они тебе Оставят Свои данные В Канаде Когда тебе Дверь вминают Ой Ну что Поехали отсюда Хе-хе-хе-хе И кто не видел Нет Погнали Да 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 Вот именно Вот именно Так происходит И А я не понял Это что Законы что ли У нас другие Не Законы Они и те же Если тебя поймают По-моему Тебе тоже могут Ну да Навалять Труба будет Да Но В Америке Походу Народ просто Смотрит за этим То есть Там Ты вышел Из машины Какую-нибудь дверь Вмял Тут же Кто-нибудь Там на парковке Стоит Увидел это дело Сразу же Звонить Куда-нибудь Куда надо Или подойдет И к тебе Скажет Чувак Быстренько Свою информацию Оставил Иначе Мы в ментовку Звоним А здесь Блять Ебаные Мигранты Понаехали По барабану Но Просто шанс И в Америке Кстати Дороги Меньше убирают По крайней мере В Мичигане И Я помню В одном из подкастов Уже говорил Что там Едешь В Канаде Едешь Допустим Между Торонто И Виндзором Дорога Чистая В плане Там нету На обочине Этих камней Там вот С левой стороны Где идет Разделительная Платформа Вот В Америке Хлам Колеса Разорваны Валяются Камни Все остальное Просто Пиздец Поэтому Да Нам как-то так Все По барабану Вот и получается Поэтому Просто Когда на своей Игрушке Выезжаешь В основном Люди Выезжают Зиму Они не выезжают То есть Выезжают Исключительно Летом И в хорошую погоду И вообще И вообще И вообще И Получается Шансы Что тебе Что-нибудь Помнут Или Побьют Намного Меньше А я Мотаюсь Как бы Все время На работу С работы Но Поэтому Я могу Дать только Блин Один совет Если вам Реально Крутая Тачка По работе Не нужна Да Если вы там Небольшой начальный Чуваки Покупайте Че Че не ломается В смысле Ну Правильно Ты пришел К идее Что машина Это не роскошь А средство Передвижения Ну В принципе Наверное Не Я просто Очень Я очень Трепетно Отношусь К машинам Вот В особенности К своим У меня Всегда машина Ко мне Тоже Один раз Поехали В ресторан И почему-то Все вчетвером Решили в мою машину Залезть Не помню По какой причине Один чувак Заходит У тебя Так чисто Так Ну Да В принципе Поэтому Мне каждый раз Когда там Какая-нибудь Царапина Ссадина Еще что-то Просто выворачивает Наизнамку И за год У меня Эти царапины Ссадин На машине Достаточное количество Образовалось Я понял Я понял Только одно Хорошо Что я не купил Эту странную Зеленую Цвета Мазду Иначе Я бы уже Сошел с ума Серьезно Потому что Она такая красивая И все такое Прямо хотелось Спасибо Мудакам Дилерам Которые Меня напрочь От нее Вернули Вот И Да Поэтому я сейчас Очень рад Мне уже Мне уже Чем больше царапин Мой пофигизм Вот Пропорционально Количество царапин На машине Но вы не думайте Что я за машиной Не слежу Потому что Я в дилершипе Купил За 20 долларов Такую Эту Палочку И ее Потрясешь И потом Просто Краской Замазываешь Царапины Чтобы не ржавело У меня проблема С рж С коррозией Так о чем-то мы А Автомобилях Аккумуляторах Точно Короче Не верю 14 тысяч Так Автотаз Звучит смешно Андрейке Подкаст Каннской Ося И строительной Компании Кстати Рейнбуст Есть Но что-то Мне так и не Писал Ничего Ладно Ставим В покое Наверное Там занята С работой Так Дистрибутив Что у нас там Российский Программист Получил 60 тысяч Долларов За найденную Уязвимость В хроме Кстати Да Прикольно А Я Насколько Понимаю В хроме Все-таки Много Есть Багов Просто Почему-то Почему-то Ранее Их Как-то Никто На хром Особо Не нападал Может быть Ждали Пока Наберет Массу Не Наверное Просто Не гуглилась Может быть Но Да Я очень рад Я очень рад Что хром порвали Потому что Мне Мне этот Гугловский Понтизм На тему Того Что Оооо Всех порвали А вот у нас Такой У нас Такой Ой Подожди Секундочку У нас Такой Браузер Понимаете Такой Прямо Вообще Хуйня На постном масле Если код есть Будут ошибки Так что Я очень рад Молодцы Возможно Русские Программисты Уже давно Знали Что там Куча ошибок Они просто Ждали Пока Бонус Поднимется У меня Подозрение Такое Потому что Я думаю Ну Правильно Сделали Хорошо Правильно Подожди Подожди А что Они Деньги Предлагаются Да Гугл У них Повозрастающий У них Чувак Нашел Взлом И 60 тысяч Баксов Получил Ну Они Всегда Эти Деньги Давали Ну Да Но В этот раз У них Там Призовой Фонд Что-то Миллион Долларов Они Раздадут За все Найденные Ошибки Да Они Чем 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 Меньше Чем Больше Времени Проходило Безлома Тем У них Все Больше Фонд Рос Поэтому Но Проблема Понимаешь Что он Гугл Сейчас Ну Как Сейчас Он уже Давно Ему Действительно Нужен Хороший Надежный Браузер Который Не ломается Который Ничего Как только Народ Поймешь Что это Действительно Самый Надежный Браузер И самый Хороший Все Гугл Вообще Тогда Окончательно Всех Сожрет Ну Не знаю У меня Хрома Нет И не Предполагается Почему Не знаю Мне Мне не нравится Гугл Корпорация А Ну У тебя Из идеалистических Соображений У меня Из идеалистических У меня Никаких Технических Претензий Гуглу И Хрому Нету Поэтому Не надо Пытаться Погоди Погоди То есть Гугл Тебе не нравится А Сафари Тебе нравится Я Сафари Не пользуюсь О чем Ты пользуешься Ты на Маке И пользуешься Не Сафари Ну Ладно Оперой Нет Ну Ты не натура Оперу я похоронил Уже много лет назад Эти долбоёбы Уже Всё Придурки Вот Нет Сафари Я пользуюсь Только для того Чтобы почту проверять Вот А Всё остальное У меня Firefox Firefox Мне очень нравится Самая большая Маза Firefox Это их Ап система Плагин Система А так У меня В Safari Тоже Плагины И В Chrome Тоже Плагины Чё ты Как маленький В Safari Там Даже в Opera Наверняка Плагины Есть Когда я С Opera Сошел И уже Забил Окончательно Там Хромота Какая-то Ходячая Была В Safari Тоже Срань Господня Не Плагины По-моему У них там В последний раз Когда я проверял У них там Был какой-то Дебилизм А не какие-то Веб Примочки То есть Ничего Полезного Как там Знаешь Заблокировать Рекламу Очистить Там Блокировать Flash Там Ещё Чего-то Знаешь Ты что-то Опять наговоришь Насколько я Помню Этот самый Блокиратор И Flash И рекламы Чуть ли Не один из первых Пришёл Именно на Opera Потом уже Это дело Начали Знаешь Как Opera Разрабатывала А в Mozilla Пытались Всё О Это должно Быть Как в Opere Это должно Быть Как в Opere Даже был Этот Аддон Который Эти Картинки Не загружал У тебя Медленный Интернет И он И так Назывался Images Like Opera Ты знаешь А вот А вот А вот А вот РСС Да То Что Сделали Комбайн Такой Это Очень Плохо Меня Вот Это И убивало Мне нужен Браузер Мне чисто Походить В интернет На тебе Тут И торрент Качалка Что в этом В этом роде Что-то У них Был Какой-то В общем Внешний Доступ А Что Там Только Не Было В Опере Любое Фигню К ней Не Нужно В интернете И в Опере Это Было Вот Поэтому Я Оттуда Давно Свалил Мне Мне Очень Нравится Этот Мне Мне Очень Нравится Firefox Я На нем Сижу Вот Так Репортаж С конкурса Miss Gamer 2 Пиздец Репортаж Хочу Я вам Сказать Одни Вот Я А я Не понял При чем Там Геймер Ты знаешь Из репортажа Если посмотреть То это Какой-то Просто Дик Сходка Для Мужиков Которые Хотят Попялиться На Которым Выпал Счастливый Шанс Хоть На какие-то Сиски Попялиться Ага Потому что Показали бы Как они Играли В игры Вот Нормальных Репортажах Игровых Ну Берут Интервью Геймеров Да Ну Показали бы Там У них Последнюю Партии Там Как они Нарядились Девки Типа Прикольно Но Основное Мясо Это Как они Играли И возможно Взять Пару Интервью Типа Вы сегодня Победили Какую тактику Вы использовали Ба Нихуя Только Одни По сцене Ходят А тут У нас Сиськи Голубые Оранжевые Тут Письки Пиздец Сиськи Я слышу Сиськи Где-то Проснулся Да Посмотри Репортаж Мисс Гей 2 А Геймер 2 Какой-то Здесь Павел Шмелев В смысле Не какой-то Павел Шмелев С каким-то Японским Дрифтом Прикольно Кстати Вы знаете Что у меня У меня Какое У меня есть Маленькое Недоумение Это такой Вопрос Свообразно Риторический Потому что Я не ожидаю Особого Ответа Просто Чтобы Помолоть Языком Мы С Ваней В принципе Живем То Что считается Мотор Сити Да Ну или Считалось Да Считалось И Я уже На протяжении Неских Недель Кстати Если Кто Может нормально Поисковыми Системой Системой Пользоваться И найдет Я буду Благодарен До глубины Своей души Вот Но я уже Пытаюсь Не первую Неделю Найти Где-нибудь Вот здесь В округе Виндзор Детройт Какой-нибудь Ну я не знаю Лесной трек Там для Ралли Или Какой-нибудь Там По грязи Ну знаешь Такое Раллиное Или может быть Просто Асфальт Или Гравий Какая-нибудь Площадь Есть Нету Своего Гоночного Трека А Тебе Нужен Гоночный Трек Нет А Гоночный Трек Есть Форд Короче Форд Форд 15 15 Трек 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 Получи Милёв Жаль Жаль Что Им Так Не Повезло Какая-то Ссылочка Deaward De-award Трек Что Там Дарвин А Дарвин Я Дочитал Но Это Вообще Нужно Чего Там Что Кто-то Пытается Что Сказать Походу Нет Так Мне О Сиски Мисс Геймер Ого Лак Какой Так Да Это По-моему Отдельная Рубрика Должна Быть Потому Что Люди Люди Которые Под лёд Уходят Из-за Того Что Свои Тачки Привезли Поставили На уже Слабый Лёд Это Конечно Не знаю Не знаю Меня На лёд В тачке Вообще Не загонишь В принципе Даже Если Передо мной Трактор Проехал Я Всё равно Выйду Из тачки И пошло Нафиг Да Я По льду Только Если На лыжах Ну Пешком Можно Пройтись Там На рыбалку Не Я Я Я Как бы Так Всё равно Как-то Этому делу Не доверяю Там Весь Маг Статьи В том Что Сколько Там Сейчас Я Открою Ещё раз Я уже Закрыл Тридцать Тридцать шесть Человек Значит Попало В премию Дару Тридцать шесть Автомобилей На лёд Причём Недалеко Друг от друга Ну так Поближе Надо Ставить Ну да На всякий случай Это у нас Рыбацкие Байки Рассказывали Когда мы Зимой Ходили Типа История Мужик Идёт Надо Через речку Перебраться Замёрзшую А ему говорят Не ходи Там лёд Короче Плохой Ну Типа Хрупкий уже стал И может Плохо Кончится Ну он такой Думает Ну ладно Перебраться-то надо В объезд Это столько времени Начал аккуратно Идти по льду Слышит Лёд хрустит Ну он такой Хрязь По-пластунски Распластался Чтобы Не треснуло И ползёт Голову Такой подымает Сбоку от него Трактор едет По льду Захрустел Блин Лёд Похрустывает Саша М Женя Любич Russian Girl Комментариев нету Так Павел Шмелёв Я нашёл свой идеал Чё за статья Не помню Трактор едет